Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я покажу вам прием, который позволяет корректировать черты лица путем осветления и затемнения определенных участков. Это довольно-таки старый прием затемнения и осветления естественных теней и светлых фрагментов на лице модели, который позволяет сделать изображение более контрастным и придать ему большую глубину. В результате фотография становится более приятной для визуального восприятия. С помощью описанного метода к изображению добавляется столько объема, сколько необходимо. Перед нами изображение, которое будет использоваться для демонстрации рассматриваемого метода. Я уже здесь создал два вспомогательных слоя, которые помогут нам определить, где необходимо участки затемнить, а где осветлить. Включаю слой «Затемнить». И вот на этих участках я планирую затемнить еще вот эти участки кожи лица модели. А вот этот слой «Осветлить» указывает нам те участки, где я хочу осветлить эти мои элементы. Я их сделал, соответственно, эти слои самостоятельно. Не факт то, что вы должны это делать, но я это сделал специально, чтобы продемонстрировать вам, как я планирую свою работу. Итак, вот эти участки я буду затемнять, а эти осветлять. Ну, я еще не указал здесь элементы непосредственно на плечах, либо на волосах, но я буду здесь уже интуитивно определять. Я удаляю данные слои, потому что они нам мешать будут. Вот. И осветление и затемнение я буду производить следующим образом. Сначала приступлю к затемнению. Для этого я иду в пункт «Меню слои», создаю новый слой. Сразу вставлю здесь следующие настройки. Режим смешивания будет у нас «Мягкий свет». Когда я выбираю режим «Мягкий свет», у меня появляется вот такая вот галочка «Выполнить заливку нейтральным цветом режима «Мягкий свет». 50% серого. Сюда галочку вставлю, нажимаю «Ок». Когда у нас серый 50% цвет смешивается в режиме «Мягкий свет», то у нас, видите, ничего не происходит. И как раз вот это нам и поможет, в принципе, данную идею реализовать. Так, обратите внимание, чтобы основной цвет при затемнении был черный. Ну, вообще можно привести их к состоянию черно-белого цвета и черный поставить основным. Затем я беру кисть, обычную круглую кисть, и делаю ее совершенно мягкой. Да, то есть жесткость 0. И непрозрачность я ставлю где-то примерно 10%, чтобы эффект поступал постепенно, незаметно. Вот с размером кисточки мы будем здесь ее регулировать. Итак, я начну, например, вот с этой части щек, да. Я увеличиваю размер кисточки, щелкаю на клавиатуре, да. И вот несколько мазков, 1-2, многое надо провожу. Видите, немного-немного потемнее стало. Теперь то же самое делаю здесь. Брать внимание, здесь главное не переусердствовать. Мы, конечно, потом можем непрозрачность слоя уменьшать и какие-то другие операции по уменьшению вот этого затемнения сделать. Ну, лучше сразу пытаться сделать все как нужно. Так, потом я немного затемняю вот здесь, да. И по кромке волос я тоже прохожусь. Ну, здесь я немного уменьшу размер кисточки. Вот так вот, да. И вот здесь вот тоже пройдусь. Затем по краям носа я тоже вот такой вот небольшим размером кисти пройдусь. Тоже несколько кликов делая, да, мазков вернее. И низ губы я тоже немного вот так вот подчеркну. И потом вот здесь вот можно пройтись по контуру лица темным цветом, да. Вот. Потом плечо я тоже немного затемню вот в этом месте, да, увеличив размер кисточки, да. Вот так, больше не надо. И темные участки на волосах я тоже буду затемнять. Ну, путем прокраски их, да, соответственно, вот по этому слою. Потом, когда мы будем сравнивать результаты, что было и что стало, мы, собственно говоря, и увидим основные моменты, что у нас там получалось. Ну, не исключено, что мы потом будем еще осветление или затемнение добавлять. Так, так, так. Можно вот здесь маленько затемнить еще. И вот здесь чуть-чуть. И, кстати, можно отключая вот этот слой, смотреть, что у нас получается. Вот так вот у нас было. Вот так стало. Ну, вы уже видите, что когда мы просто добавляем теней темных участков уже в темные участки, да, то у нас получается такой, ну, как бы небольшой объемный контраст. Так, хорошо. Теперь давайте создадим точно такой же слой и будем на нем уже осветлять. Для этого я создаю точно так же новый слой. Так, он у нас будет смешиваться в режиме также мягкий свет. И также мы будем выполнять его заливку нейтральным цветом мягкий свет. Серым 50%. Окей. Почему на отдельном слое? Ну, честно говоря, так лучше потом и легче управлять непрозрачностью каждого слоя. В этом случае процесс увеличения объема будет более гибким и более управляемым. Кисть оставляет точно такой же, только меняет цвета. Так, я уже удалил эти слои, но я еще помню, да. Обычно осветление производится по центральной линии носа. Я немного увеличиваю и вот так вот провожу. Тоже без особых переусердств. И вот по этой линии лба, да. Потом вот здесь вот немного ниже глаз. и вверху губы. И вот здесь вот еще на подбородке у нас вот такой вот, ну, как бы блик. Так, я пару шагов назад сделаю. Alt-Ctrl-Z. Вернее, Ctrl-Z у меня тут, потому что я немного лишнего здесь сделал. Вот, ну, соответственно, в вашем случае тоже могут возникать моменты, когда вы немного переусердствуете. Ну, тогда можно шаги назад сделать, да. Так, ну вот, видите, я уже здесь что-то натворил, да. Вот здесь еще маленько сделаю. Так, сейчас я работаю в плане осветления. Видите, у меня здесь вот уже на двух слоях видно, в каких местах я все это осветление сделал. Теперь по волосам пройдусь, уменьшаю кисть и по светлым участкам я вот так вот двумя-тремя штрихами, вернее, мазками кисточки буду проходиться, да. Это тоже придаст дополнительный объем и дополнительный контраст, который, я так полагаю, фотографию сделает более выигрышной. Вот, ну, мы сейчас все увидим, сейчас все посмотрим. Ну, примерно вот так. Давайте теперь сравним. Я нажимаю клавишу Alt и нажимаю на глазок нижнего слоя. В этом случае все слои верхние отключатся у нас временно. Вот так фотография у нас выглядела. Вот так вот она у нас стала. Ну, судить, конечно, вам, как у нас получилось, но, как по моему мнению, у нас фотография была более плосковатой, да, выглядела. Но, когда мы придали дополнительного контраста, она стала более притягательной в плане того, что, ну, как-то вот взгляд как-то по-особенному его оценивает. Ну, не факт то, что я вот прям все-все это идеально сделал, да. По всей видимости, здесь надо сидеть подольше и обрабатывать более тщательно. Ну, как бы прозрачность цвета увеличивая, либо уменьшая темного и белого, чтобы разность между светлыми и темными участками была различной у нас, да. Ну, тем не менее, вот сам метод я вам показал. Но это еще не все. Если мы отключим нижний слой, да, мы увидим, как у нас формируется цвета и тени, да, вот. Так, теперь давайте сделаем так. Мы маленечко размоем вот те штрихи, которые мы на каждом слое оставляли, при помощи фильтра размытия по гауссу. В этом случае у нас вот эти вот наложения цветов и теней будут более плавными. Для этого я иду сначала на слой, на котором я затемнял и вызываю фильтр из группы фильтров размытия, который называется размытие по гауссу. Вот здесь мы видим, значит, наш этот узор, но я сначала радиус уменьшаю в ноль и потом увеличиваю. Ну, знаете, где-то, вот видите, я вот здесь увеличиваю радиус, и у меня вот эти вот элементы размываются, да. Так, надо включить галочку просмотр, да, чтобы нам было понятно, как у нас этот фильтр работает. Так, ну, вот таких вот, чтобы сразу видимых, значит, изменений, которые бы у нас сразу глаза бросались, не происходит. Но я рекомендую вам увеличить радиус примерно до 5, так как, может быть, сразу это будет незаметно, но в комплексе фотография, ну, вот эти вот переходы между цветами и тенями будут смотреться мягче. Нажимаю ОК, и затем иду сюда, и то же самое с этим слоем делаем. Иду в фильтр, размытие, размытие по гауссу, и вот здесь тоже пятерочку оставляю, говорю ОК. И теперь снова можно посмотреть, как у нас было, как и стало, да. Так, вот такая фотография у нас была, да, видите, она вроде выглядела плосковатым, когда я применил вот эти слои, которые увеличивают объем за счет цветов и теней, то фотография у нас стала более интересной, да. Вот так вот. Ну, вот вам и весь прием. Согласитесь, он очень легкий, но при этом эффективный, позволяющий очень видимо и явно вот эффект увеличения объема увидеть и, соответственно, его создать. Спасибо за внимание, надеюсь, вам это поможет в вашей творческой работе. До следующих встреч, с вами был Александр Семенов. Субтитры создавал DimaTorzok